рассказываю рассказывать вот завтрак у нас еще размешивается он обычно там ты как воткнул так сахаре из торчал по прямой короче мы завтракаем за уральском тракции блинчики нам тут я тоже завтракали тут он даже джинсы он такая колонна и свеж моя двойка короче блинчики у нас на халяву на чай тоже за то что здесь ночью и 1 аппетита дмитрий прошли бы и вам того же тут и алкоголя сколько хочешь можно купить на наверно в любое время утро начинается ух ты это кто там участвует два пакарда два фиата и один грестуде беккер и ума пыли то там внутри сырьевозный аппарат этот еще серьезней это ж на этом кто заказывал такси на дубровку такая же самая да пошли зайдем потом пойдем пошли зайдем спросим если у них кран проколица еще даже завтра даже сегодня уже к вечеру вот делаем ставки сплюнь ты господи а здесь один кардиант уже река там связи нет нам континент нужен вот континент двое такое вот это вот по моему мою на а шестри как но коньки гибрид а шестри у меня такой он сказал что помнишь нет пошли до спросим а шестри да я здесь еще круче аппарат у яб на таком вы проехался выдаст под музончик такой вот магнитолы они отсюда цена на него стоит газ 67 б полноприводный легковой автомобиль класс аппарат панель приборов шикарно да ничего лишнего она же запчасти что-то тут гаишник у нас вот так и тусуются гаишник полицейский у кого-то там паковал там он щука стоит там на капиталке наверно рядом он вольво и по ходу там коллегу с волевой пытались упаковать когда вы шли завтракать он на ногах не стоял девять утра может еще что-то начудил здесь непонятно вот так но мы сейчас поезжаем сейчас будем выезжать все расскажу почему что да как чему наконец-то пришли по итогу до дяди поедем поесть арбян жужжат все-то он там а а вот этот но моя лягушонка в коробчонке едет это когда здесь жена на такой приедет домой да как называется тахать toyota вилл какая-то видишь видишь на самом деле видел петли какие оригинальные у него мотор наверно здесь нет откуда ты знаешь и на прикольная такая фигня наш как всегда упал на колени прицеп так то вроде все хорошо колесо стоит упал 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 что вышла уже девятка все можно ехать что по времени сколько пятьдесят восемь до уже девять часов получилось ну все заводимся поехали ладно завелись такие фраера собрались ехать а потом вспомнили что ни у одного ни у второго мочевины в бочке нет а да сразу написала да пошли а сплю заливать упадем а а и и а и и Прикольная лягушонка в коробчонке такая, когда приедет. Так, 10 часов 10 минут местного утра. Мы поехали. Рассказывай. Ну как бы... Что? Что ты стал? Мусор войдет. Святой, а правильно. Вот. Зашли в магазин. Короче, краны есть. Есть Китай. Что-то 2 с копейками рубля. И Турция 3 с копейками рубля. По поводу сервиса, тут тоже что-то непонятно. То да, то нет. Готовьтесь к крутому правому повороту через 200 метров. Там все, у них внутри занято. Короче, ну... Позвонил руководству. Правда, пришлось их разбудить, руководству. 2 часа со временем все равно сказывалось. Здесь 100 метров резко поверните направо. Решили это. Ну, да, может оригинал поставим. Все равно нам заезжать после Смоленского в Москву надо. Забирать новое колесо. Второе новое, которое нужно докупить, которое у меня застрелилось, получил задание найти по дороге. Ну, вот здесь заходили, спрашивали в магазин. Есть только рулевая. Прицепной нет. Ну, тут сейчас пока будут ехать, погуглят. Там уже за Уралом где-нибудь. Димка говорит, Макшане нужно поспрашивать. Там и выбор большой, и ценник, говорит, адекватный. Вот. Поэтому заезжать сюда придется. Договориться с этим, ну, с Кёгелем, с Легат-сервисом. Там делов-то на час. Заскочить по четверке к нему. Кран это поменять. На месте. Поставить оригинальный. И... Ну, скажем так, у нас начальство приверженеца. Приверженцы. Ну, и как бы. Я тоже. Вообще-то оригинальных запчастей. Хотя иногда аналоги не хуже оригинала. Ну, вот. Колодки мы тоже поставили. По-моему, оригинал. Или не совсем оригинал. Ну, что-то там тоже очень хорошее. Ну, когда ТО делали. Вообще стараемся ставить все оригинальное. Проблем с краном-то нет по дороге. Чего тут заморачиваться? Опять время царяется. Там Миша, ну, в любом случае, надо будет заезжать. Там время назначен. Когда чего заехать. Заскочил. Час-полтора. Ну, пусть два. Заменили. Заехал. Резину. Колесо поставил. И все. И как белый человек порулел. Ну, решили так. Оставим немножко работы Михаила Владимировича. Совсем ему нечего делать. Будет только руль крутить. Так неинтересно. Я вот за эту, Димсон, стоянку говорю бы, что слева. Вот если идешь со стороны. С Челябинского. Тогда сюда надо заезжать. Потому что, наверное, за Уральский уже не зарулишь. Просто не заедешь. Надо разворачиваться. Да я понял вот это вот сейчас слева. Да, да. И тут тоже и магазин, запчасти. Это, наверное, ну, их не же. Тут все одна шайка-лейка. Пацаны, тут раньше КамАЗ-Сантер был. Каберка. Ну, а сейчас вот это. Тут тоже и сервис есть, и магазин запчастей. Все тут есть. И по дорожной сети стоянка. Вот. Короче, решили так. Критичного ничего нет с этим краном. С проблем ехать можно. Заедет, сделает. И уже с хорошим воздухом, с новыми колесами поедет Арбайтер. Так что все, пока. Ну, во всяком случае, на сегодня не Челябинск, ничего тут рассматривать не будем. Челябинск это нужно далеко снижать. Все, едем. Сука у нас здесь. 200, наверное. До объездной Челябинска. Ну, и у нас сегодня впереди Уральский хребет. По планам сегодня с Азии в Европу попасть. Желание есть такое. План от таких нет, и есть такое желание. Ветер пока еще не стих уменьшился, не такой сильный, как вчера. Вчера вообще кабину было, дверь не открыть. С кабины не вылезти вечером. Но все равно в Харю. Расход 29,5. Даже подняло. Ну, что значит ветер? Ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Порулили потихоньку. Челябинская объездная. Скоро у нас на горизонте. Соответственно, мы уже зашли в Челябинскую область. Хочу посмотреть, по чем тут из топлива. 48,50 тонн. Даже дешевле, чем там. Надо было, в принципе, там. Нормальное колечко, но заправку тоже, блядь. Но бывало, нахуй, еще больше, я ее видел. Да, да, тут, видишь, стой оттуда, когда идешь с запада. Это единственное, это от нефти. Мне кажется, проще развернуться на встречку как-нибудь, заехать. Поехать развернуться, потом опять вот здесь развернуться. Ну, вот, в принципе, нам можно было даже не заправляться там. Нам бы то и того топлива хватило бы доехать сюда. Да, здесь бы мы Танека залили, но разница 30 копеек, в принципе. Так, мы едем. Мы до Бавлов. Будем в Бавлах заливаться. Так, а что здесь такое? Срезали кусочек, да. Ой-яй-яй. Оп. Оп. За бортом уже 19. Теплеет. Как видите, там уже дальше вообще на небе не облачко. Приближаемся к теплым температурам. Челябинская обездная сейчас опять. Южный обход. Потихонечку. Время час дня уже. Там обездную обойдем. Швартанемся там. Легкий обед какой-нибудь. Где-нибудь. Где-нибудь, где вкусно кормят. Как-то смотрю. Суровая Челябинская обездная стала не такой уж и суровой. Сейчас я к горностае, что-то по весне повылазили. Сейчас что, попрятались что-ли? Как-то мы так ее довольно лихо прошли. Практически нигде нас и не подкидывало ничего. То есть они, получается, что по весне там выходят на свет, а потом обратно возвращаются. Даже и мосты такие. Относительно все. Все хорошо. Да, пробежали их практически. Ее, вернее, въездную. Ну, не самой въездную, но вокруг Копейска обошли. Да сейчас справа на этом терминале красное-белое. Разве въездную жизнь это больше не живу. Ну да, есть такое, да. Никак не могут сделать. А, видишь, на том, что тут в отделе видели, как собаки живут. Нам очень начальство никого не интересует. Площадку сделать, ты же денег надо. Ну да, здесь вот справа тоже что-то стояночка какая-то есть. Ну, она тоже маленькая. Есть такое, есть такое, да. Склады подделают. Особенно мне нравятся. Склады подделают огромнейшие. Туда-сюда, а парковаться не то, что даже на обочине негде. А не то, что какая-то... Сходи, спроси. Просто уже, сколько машин с ним. Просто что-то вообще такое? Куда это ставится? А, хрен его знает. Ну, опоры какие-то. Смотри, новый асфальт поставили. Тут тоже не очень было дорожек. А тут прям что-то. Может быть, и съезд Троицкого тракта сюда все-таки уже сделали? Не, наверное, вряд ли. Там это достопримечательно. Там все нормально. Вот там делали, дальше, по-моему, вот как сейчас туда уйдем. Опять на узкую. То есть этот участок, его трогать нельзя, да? Да, да. Это вот этот вот заезд, когда вот отсюда сходишь. Хрен он оттуда. Сейчас поедет, кто нет. Посмотреть, с какой скоростью оттуда выползает. Ну, если там ничего не делали, значит, с точки, как всегда. В принципе, и съезд здесь тоже не очень. Ничего там не изменилось. Да, там правос, по-моему, переваливается. А, нет, там. Я думаю, что ничего там не поменялось. Абсолютно. Это не, это не эта развязка. Вон. Да-да-да. Все как было, так и осталось. Достопримечательность Челябинской объездной. Это точно. По незнанке. Все там в своем репертуаре. По незнанке можно и мосты поотрывать, влетевши сюда. Ваше мнение, товарищ Маузер. Вот об этом вот. Ле-парас-эте. Если эта штука рванет, то... Если он рванет здесь, то кабина где будет? Никто ее никогда не знал. Да-а-а. Made in China называется. Вот это баллончик, да? Что это? Сейлон, что ли? Сейлон, что ли? Вот это зверь. Офигеть. Я бы даже, честно сказать, я ходить вокруг него боюсь. Не то, что на нем ездит. Он чай полностью не ссорный. Слышишь? А? Он чай полностью не ссорный. Да? А вот там что такое? Заземление? Не, ну вот это зверюга. Не на что не похоже. Made in China, но... И поворотник такой, да? Ну да, копия веки, ну старенькая. Ну вот Stralis. Ну да-да-да-да-да-да. Старый Stralis. А сейчас я видел холод, самостоял и главеналик. Вообще копию, вообще чистый, ман. Вот TGA. TGA. Один в один, прям вообще сбоку даже. Не поймешь одна решетка другая. Не, ну это ладно, ну вот это... Чё это такое, квитанок или чё это? Не знаю, наверное. Ну не пропальше. Не, ну не к реагенту точно, ноус. Что-то слышно, шипит. Шипит? А может и к реагенту. О, слышишь? Ну. Можно залегалку поднится? Подожди, я отъеду. Это что, троек получается или что? Да, лишний. А, лишний стравливает, да? Это не к реагенту, а к реагенту, а к реагенту без ледяной. Что ж? Ну, к реагент был бы весь ледяной. Хотя вроде холодный внутри. Нет, он туда, ровно-тюдюд. Вон там, потрогал его внутри, вроде. А, вот точно к реагенту. Холодный, холодный, да. Вот он весь в снегу. Да, да, да. Это как замороженный, минус 160. И вот это он стравливает тихоньку. Тут же видишь, написано, не кури. Не курить, зима, не кури. Ты да не куришь, но ты не кури. Все равно не кури. Да. Вот живот сейчас КамАЗ, знаете, последний, 54,90. Тоже, да? Такие же, да. И чай. Зверюга, конечно, зверюга. Свечи зажигания, катушки зажигания. Да ты что? Права, да, бензиновый мотор. Да? Ну, так же. Понятно. Чипец сильнее начинает. А в минус, в плюс 35 на лад, все будет, как огнемет. Так что, щелкнут. Не, пошли. Пошли кушать. Пошли. Хорошая, хорошая здесь харчевня. Вкусно. Выбор просто огромный. Даже жвачку дают. Там еще кто-то задом дает. Единственное, что не выехать. Что он там делает? А, он тоже выезжает. Нет, он не выезжает. Что-то маневрирует как-то. Заставили. Ну, встали мы так специально, чтобы можно было задом, если что, сдать. Я так думаю, не такой, что мы тут и кирпич, правда. Чем тут по кругу, по этим ямам ехать. Сразу на дорогу выйдем и все. Не так уж, что ты запрещено на право поворачивать, да? Как раз Чебар-Кульский район начинается. Кафе Круиз. Даже жвачку дали. Я первый раз такое видел, чтобы устранить неприятный запах изо рта. Класс. Ну что, 26 уже на улице. У нас впереди Уральский хребет. На небе не облачко, посмотрите. Впереди нас ждет слегка жаркая, теплая погода. За 30-ми. 790 километров. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»